Всем привет! Начинаем нашу тренировку по четвергам. Напишите, как всегда, в чат, есть ли звук картинка. Есть ли все, кто будет начинать? У нас сегодня продолжение нашей темы, которую мы разбирали на прошлой тренировке. Если вы помните, мы сравнивали лимиты НЛ-50 и НЛ-10, есть ли в них разница, разбирали два видео с этих лимитов, говорили про те ошибки, которые встречаются у регулярных игроков, ну и сравнивали с целым поляны. Сегодня мы продолжим разбор, у нас сегодня два видео, сейчас я покажу, какие мы сегодня будем разбирать. Одно видео с предыдущей тренировки, которое мы еще не успели разобрать, одного из наших участников. И второе с сегодняшней. Два видео у нас, накидали больше видео, но я выбрал именно эти. Вот мы не разбирали на прошлой тренировке видео от Александра, сегодня мы его будем разбирать. С НЛ-10 и... И-и-и... И-и-и... Сегодня мы еще разберем видео предатора Владимира. Я видел, что вы еще тут вкладывали видосики, но... Сегодня в тренировке мы успеем разобрать только два видео, по 45 минут каждое мы разберем. Ну давайте мы тут начнем с небольшой разминки. Брайнет я вижу, выложил еще какие-то раздачки. Разберем раздачку и потом перейдем уже, собственно, к разбору видео. Начнем с НЛ-20, потом посмотрим видео с НЛ-10. Так, сейчас я репку подвину. Так, ну тут у нас микролимит, тут 6, SB, OpenRace, Bet. Ну вот по поводу этой ошибки, кстати говоря, интересный спот. Если его рассматривать в рамках лимитов, например, НЛ-50, НЛ-100, как мы отыграем такой спот, как мы его будем отыгрывать на микролимитах, тут уменьшить квадрат. Нормально, нормально, Stormer. Ты просто спишь сейчас с утра. Тут в чем идея. Мы играем, то есть здесь можно эту раздачу разбирать с двух точек зрения. Мы играем против шага, как в данном примере. Мы играем против среднего рега. И тут будет несколько логик игры, несколько линий. И вообще мы по-разному можем смотреть на эту раздачу на нескольких лимитах. И мы на нее в первую очередь смотрим через призму того, какие концепции вам известны и как вам нужно играть. То есть когда вы играете на низкие лимиты, вам известны довольно простые концепции, например, причины для ставок. Вы играете, отталкиваясь от концепции причин для ставок, но при этом вы все равно в голове держите такое упрощающее правило, которое на самом деле проистекло и пришло на микролимиты. Ну, я его здесь ввел с более высоких лимитов. И вот впервые его Виталий Конферно разобрал на своем курсе. Может быть кто-то даже на нем когда-то присутствовал. Стоил он тогда 1000 долларов. В 2016 году мы его проводили. Называлось «Как побить мидстейкс НЛ-200, НЛ-400». И тогда это было очень актуально. И тогда это была очень такая свежая и новая информация. Сейчас типа этим особо никого не удивишь. Но раньше на самом деле мало кто про это знал. Догадывались, но не до конца догадывались. В чем здесь идея? То есть когда вы играете в микролимит, у вас есть концепция причин для ставок. И у вас есть понимание того, какое у вас должно быть эквити для вэлью бета без позиций, чтобы вы могли поставить конбет. И здесь эквити, требуемое для конбета на вэлью, 65% плюс без позиций. Когда вы играете против хобби игрока, у вас точно это будет эквити присутствовать. Когда вы будете играть против регулярного игрока, здесь будет большой вопрос с этим эквити по такой структуре доски. То есть когда вы играете без позиций, вы в принципе можете сыграть через конбет флопа против хобби игрока, стус 6. Но почему я говорю, что вот это упрощающее правило, оно пришло с лимитов выше, типа что нам нужен запас, там 65% эквити. Почему 65%? Почему не 60% или не 55% или не 70%? Типа вообще откуда это число взялось? Оно взялось с того, что если у вас эквити меньше 65%, когда вы играете без позиций, то почти всегда на ривере вы не сможете сделать вэлью бет. То есть у вас уже к риверу не будет требуемого перевеса по эквити. У вас зачастую даже вэлью блефа так называемого не будет. То есть у вас не будет в принципе плюсовой ставки, если у вас будет перевес меньше. То есть если у вас перевес, например, 55% или 60%, то к риверу, с учетом того, что, ну, каждое действие капает рейндж оппонента, вы поставили конбет, у него более узкий рейндж заколил, вы поставили второй баррель, у него еще более узкий рейндж заколил, и вы ставите третий баррель на ривере, опять же спектр его продолжения будет уже. Сейчас я кота запущу. Он всегда интересовался тремя баррелями вэльфа и вэлью. То, соответственно, этого вэлью бета не будет. Поэтому, зная такую логику, на лимитах выше люди такую руку отправляют уже в рейндж кола флопа, вместо того, чтобы ее ставить через конбет. И конбет здесь, например, что-то от, там, туз 9, туз 8. Ну, туз 9, я думаю, все бетятся, туз 8 уже будет такой граничный комбет. Когда мы играем против хобби игрока, у нас логика может быть другой, за счет того, что, ну, просто оппонент продолжает шире, и плюс самое важное, что нам не так страшно против него капать свой рейндж, потому что, когда вы капаете свой рейндж на поздних улицах, оппонент играет против вас без ошибок, ну, и на каком-нибудь условном НЛ-200 вам будет тяжело, когда вы играете конбет, чек кол терм, или конбет, конбет, чек ривер. То есть оппонент всегда против вас будет идеально играть, будет с нужной частотой деблефовывать, ну, компетентно, регулярно, естественно. Вы льюбетите вас, в общем, вы будете испытывать здесь трудности. Когда вы играете против хобби игрока, таких трудностей может вообще и не возникнуть. Типа это пассивный игрок, вы не ждете, что он превращает какие-то слабые руки в блеф, вы играете конбет, ну, или ждете, исходя из этого, наоборот, чек колите. Поэтому здесь есть два подхода, да, мы можем играть, ну, так, условно эксплойтно, можем играть, на самом деле, и против фиша, по логике вот той, которую я озвучил, потому что, когда мы чекаем, мы всегда оставляем более широкий рейндж, нежели когда мы играем через конбет. Поэтому здесь у нас есть две альтернативы, это и конбет, и чек кол. Если вы решаете здесь на вльюбет, ну, я обращаю ваше внимание, то есть если вы считаете, что у вас есть здесь вльюбет, а если мы вобьем рейндж фиша, на самом деле, если вльюбет будет, у нас будет перевес по 65% в плюс, потому что у него здесь будет и 4х, и 5х, и какие-то король-дамы, король-10 с королем-дамой в масть, бэкдор-фд плюс бэкдор-гатшот. У него будут гатшоты, ОСДшки, типа там по 6-7, по 8-7. То есть здесь, на самом деле, если вы решаете, что у вас здесь есть вльюбет, ну, делайте вльюбет против фиша стандартным размером, плотным. Типа вы не ставите здесь полпота, вы ставите здесь стандартный вльюбет 3 четвертых без позиции. Если вы понимаете, ну, где-то вы чувствуете, что рука, типа, может быть, слишком сильна для вльюбета, ну, вводите ее сразу в чек-кол флопа. Вводите ее в чек-кол флопа. И здесь ужасно, конечно, сыгранное. А, хотя нет, у нас нацевый флаж, тогда ладно. Я думал, здесь херу без нацевого флажа отморозился. Нет, здесь бы по терну я бы уже играл как раз от чек-кола. По такому терну у нас уже не будет вльюбета, у нас не будет перевеса необходимого в 60% эквити. То есть по флопу у нас должно быть 60%, потерну там минимум 60%. Здесь уже не будет этого перевеса, потому как оппонент здесь уже флопну флэши, продолжает с тузами сильнее. Ему здесь тяжело калировать руки типа 4х, 5х. Гэдшоты без реддрошки калировать пытаются. Поэтому я здесь бы играл бы стандартно от чек-кола. Давал бы как раз ему блефануть с какими-то слабыми типами рук. Ну, либо мы просто чек-колим свой эквити и тачим его. По риверу, по риверу, по риверу, по риверу. По риверу, ну да, тут как бы, ну тут без вариантов мы не выкинем, потому что он здесь может переграть вторые флэши. Я, само собой, тут вопрос только в выборе бетсайзинга. Бетсайзинг мне нравится, мне нравятся большие ставки тут. Ну вот на этой раздаче просто я вам рассказал вкратце концепцию дробления рейнджа на конбет и чек-колы. СБ против ББ, которая потом, кстати, получила свое развитие. Ну, она была более углублена, когда люди начали использовать солдеры. Там это было более наглядно. Так, open race, на баттоне, кол. Ну, тут опять ошибка. Мы играем против, опять фиша. И здесь ошибка бетсайзинга. Ну вот в hero у нас brain eat, не знаю, если на тренировке есть. Нет, давайте я ему запишу. Давайте мы ему еще дадим... Блин, что такое? Давайте мы ему еще 5 раздач дадим. Запишем. Ну, тут очевидно просто, что если вы... Короче говоря, если вы нашли на своем лимите value bet на каком-нибудь условном NL10, NL5, NL2 или NL25, ну, просто против фиша, который здесь играет в пип 58 на 20, понятно, что топ пару плюс FD мы здесь easy value bet'ем. Потому что у него масса рук слабее нашей. Ну, так почему вы value bet'ете здесь с тайзинга полпота? Типа, если вы нашли value bet, ну, ставьте value bet плотным размером. Ну вот. Так, что тут у нас? Форм что-то тупит опять. Ставьте плотным размером. Ну, типа не 3 BB, а 5 BB. И тут опять недобор. 10 BB надо ставить. Ну вот, 10 BB надо ставить. Ну, а так уже дальше там, что с флашем, как мы против фиша сыграем, понятно. Привет, покер. Что за тренировка для статуса Grandmaster? Что за тренер? И на нее мастера смогут попасть? Нет, мастера на нее не смогут попасть. На нее смогут попасть только грандмастера. А эта тренировка тестовая, так что не переживай. Мы просто тут настраивали для одного тренера стрим.